Она прямая, и отрезок на ней. Вне этого отрезка, на прямой, отметили точку в количестве 1001. Некоторые из точек синие, некоторые красные. Докажите, что если мы измерим расстояние от точки А до синих точек, и прибавим к этому сумму расстояния от точки Б до красных точек, то получится результат не такой, как сумма расстояния от А до красных плюс сумма расстояния от Б до синих. Возьмем какую-нибудь точку С и разводим эту точку К. Что такое расстояние от А до С? Это вот такой отрезок. Что такое расстояние от Б до К? Это вот такое отрезок. Теперь, что такое расстояние от А до К? Это расстояние от Б до К плюс АБ. Да, конечно. Расстояние от Б до С это расстояние от А до С плюс АБ. Да. Заметно, что знак артикок синий, соответственно, надо или вычислить из А и от С отрезка Б, или прибавить. Никто ничего не понял. Синие точки бывают со стороны А, от К, и со стороны Б отрезка. Расстояние от А до К и от Б до С отличаются от А до С. На твою длину отрезка АБ. Так? Я правильно сказал? Смотрите. Идея, когда я поменял, на каждой точке я или прибавил АБ, или вычислил АБ. Плюс-минус АБ. Да. Минус. ВК минус АБ равно АК, когда точка К со стороны А. А плюс, когда со стороны точки В. Почему? Когда она со стороны точки В. Тогда ВК это такое древнее. Да? Так. Что такое АК? АК это такое древнее. ВК плюс АБ. Да. Вот. Теперь второй вариант. Точка А, точка В. Точка К. ВК. Вот такой отрезок. АК снизу. То есть ВК минус АБ это АК. Вы согласны? Да. Очень. То есть, каждая точка дает нам или минус АБ, или плюс АБ. Но их тысяча одна. Поэтому так нельзя снимать. О. А вот это на самом деле разумная вещь. То есть, смотрите, ребята. Когда он вышел к доске и нарисовал вам одновременно синюю и красную, это была диверсия против ваших мозгов. Потому что, конечно, вы сразу начинаете думать, а как разбить на пары, а разбить на пары их нельзя и так далее. Как только он оставил одну точку, кстати, неважно, какого цвета она линейка взять, синий или красный, какого-то там цвета, то есть ситуация сразу стала понятна. Почему? Потому что, ведь здесь у нас как? От А до синих, плюс от В до красных, минус от А до красных, и минус от В до синих. То есть, фактически, ведь у нас для красной точки здесь есть стояние до В минуса стояния до А. То есть, если вы нести другую сторону. Замечательно. Стояние до В минуса стояния до А это длина вот этого ответственности. Ну, то есть, плюс от В минуса, то есть, то есть, с какой стороны точка лежит. Точно так же для синей точки. Когда вы для нее посмотрите, то это будет тоже, то ли с минусом, то ли с минусом, длина от Риска В. Ну, и, соответственно, у вас есть тысяча одного выражения, каждое из которых это то ли плюс, то ли минус ответ. Из-за того, что нечетное число одинаковых величин, сумма не может отменяться. Так вот, например, неправильное решение. Вдарить можно было его рассказывать тем самым методом причесывания. Вот представьте себе, что у вас есть самая синяя и красная точка. Берем одну из точек и сдвигаем ее к отрежке. Смотрите, что происходит. Например, это была синяя точка. От А до синий при этом будет уменьшаться. И от В до этой синей будет ровно на сколько уже уменьшаться. Ну, замечайте. С противоположных частях поэтому ничего не будет меняться. Любую конкретную точку и длилить ее по вот этому лучу. Обнаруживаете, что обе части меняются согласовывая на одну и ту же величину. Значит, все точки, которые с этой стороны расположены, можно взять и сказать, что это будет точка ваша. После этого точно так же берете и двигаете с этой стороны точки к точке А. И они у вас все становятся точками А. И вы обнаруживаете все величины, которые здесь есть, это или нули, или длина отрезка АВ. Причем таких величин ровно в тысячи отношениях. Понятная идея? Да. Да вот. Так что метод на причесывание тоже отличается.